Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамова. Сегодня самые актуальные темы мы обсудим с главой региона Александром Михайловым. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! На днях одной из ведущих машиностроительных предприятий региона, это завод «Вагон Маш», отметила свой, можно сказать, первый юбилей, им исполнилось 10 лет. Там производят уникальную продукцию и очень серьезное внимание уделяет внедрению передовых технологий. А если говорить в целом по области, как стимулируется внедрение передовых технологий на промышленных предприятиях? И многие ли собственники охотно идут на то, чтобы вкладывать средства в разработку каких-то инновационных проектов и внедрение их в жизнь? Вопрос достаточно обширный, но давайте начнем с того, что мы когда, ну не мы, я имею в виду не нас с вами сидящих в студии, а в целом общество нашего, большинством голосов когда-то приняло решение, что мы должны перейти к рыночной экономике. И подавляющее большинство предприятий стало частными. Вот, поэтому те, кто ими, ну оказался, так скажем, помягче их владельцами, вот если это серьезные люди, то они вообще-то прежде всего они сами заинтересованы в том, чтобы внедрять новые технологии, вот, готовить кадры высококвалифицированные там и так далее. Почему? Потому что это дает им возможность как сегодня присутствовать и успешно работать в рынке, да, так и создавать себе задел на будущее и завоевывать, может быть, дальше нишу в рынке, вот, которая касается того или иного профиля той или иной отрасли. Вот, ну и дальше я продолжу. У нас на грани, просто у нас в России, я это всегда подчеркиваю, может даже кто-то не очень это любит, но это, это надо об этом говорить, потому что это стиль наш, он не очень хороший, когда мы, как вам сказать, в ураганном темпе решаем серьезные вопросы, то есть переходим от одной системы экономической, другой и политической тут же. Вот, в это время это, вообще-то, переход, если он осуществляется планово-разумно, он должен, конечно, быть хорошо подготовлен. У нас часто это не делается. Вот, поэтому целый ряд отраслей в 90-е годы у нас, как говорят, понес колоссальные потери, пострадал, а некоторые отрасли вообще, как тракторостроение отечественное, практически приказало долго жить, то есть его не оказалось. Вот, это что за собой повлекло? Гибель, утрату самостоятельности целым рядом предприятий, вот, и, конечно же, сказалось на состоянии экономики, потому что падение уровня там экономического развития, наполняемости бюджетов и так далее, и так далее, занятости людей, естественно, все это болезненно сказалось. Вот, нам пришлось, придя, работать в начале нулевых годов, ну, пересматривать все это, и, как бы сказать, ставить, расставлять все по своим местам. Сегодня я должен сказать, что то, что за, скажем, последние там 11, ну, вот уже теперь 12 почти лет, вступило в строй 25 практически новых предприятий, вот это веяние нового времени. И я считаю, что, понимаете, этот процесс должен был идти значительно менее болезненно, чем он шел. Вот предприятие производственное объединение или акционерное общество, вагон МАШ, наше предприятие, это часть, все-таки, достаточно крупного, что ли, акционерного общества. И родилось оно в Железногорске, вот, дата рождения его, это 2004 год. Мне пришлось в этом участвовать, и мне приятно сегодня, что, знаете, вот эти родившиеся новые предприятия сегодня набирают обороты, темпы, работают. Я почему хотел вот именно так несколько подробно ответить на вопрос, потому что не всегда понятно, а что это вдруг появился там какой-то новый завод. Да потому что, несмотря на все сложности, потому что он был востребован, и, значит, то, что нашелся хороший инвестор. И вот вкупе, работая вместе с администрацией области, с администрацией города Железногорска, значит, а он находится в Железногорске, удалось не только создать это новое, очень хорошее предприятие, и востребованное сегодня российскими железными дорогами, поскольку оно делает очень большой объем работы, и номенклатура изделий уже достаточно велика. Сегодня по объему выпуска продукции он уже превзошел то, что раньше делал, скажем, завод КЗТЗ или другие какие-то предприятия. Вот это вот первое. И второе, хочу сказать, что да, вот здесь как раз тот случай, когда инвестор, когда весь коллектив им созданный, они понимают прекрасно, что не проводя модернизацию производства, не внедряя новые технологии, они с этого-то и начали, собственно говоря, создавая вот новое предприятие. Ниши в рынке, ну, достойные, не завоюешь. И вот пришлось, выступая на юбилее этого предприятия, десятилетним, видите какой, вроде младенческий возраст, но предприятие это стало очень солидным, и коллектив хороший, и я бы сказал, хорошо укомплектованный, сегодня и зарплату получает нормальную, и решает целый ряд вопросов, я имею в виду, очень серьезных для наших российских железных дорог. Занимаются хорошо социальной сферой, ну, в принципе, это вот то современное предприятие, на которое, на мой взгляд, должны равняться сегодня многие другие, кто занимается бизнесом вот в этой сфере. Ну, а вот других предприятий, готовых вкладывать в модернизацию и активно развиваться достаточно? А вот те, которые сегодня появились новые, я их сказал, 25, да, практически все они выглядят таким, вот именно так. Ну, и из наших старожилов можно много называть. Мы вот когда проводим, кстати, у нас по итогам полугодия уже скоро, вот не за горами, совещание итоговое, где-то участвует порядка 140 предприятий, ну, они разные по масштабам, есть не очень большие, средние, крупные и так далее. Но вот эти новые появившиеся, они вот почти все под стать вагонмашу, я не буду тратить время, чтобы их характеризовать. Из старых, ну, вот прошел процесс модернизации завод, скажем, электроагрегат, и сегодня является одним из ведущих в своей отрасли, ну, пока в нормальной позиции удерживает прибор. Вот, сегодня мы можем сказать, что второе рождение получило химволокно, вот, сегодня неплохо занимается модернизацией и внедрением новых технологий завод резиновых технических изделий, как у нас зовут его, РТИ, Щегровский, Геомаш, и можно этот перечень продолжать и дальше. Вот, Курск, Медстекло, кстати, и Курск, вернее, и Фармстандарт, Лексредства, эти предприятия показывают очень хороший пример инновационного, внедрения инновационных технологий и работы в современных условиях. Так что у нас очень много предприятий, на которые надо равняться. Внедрение современных технологий – это залог успеха, пожалуй, в любой сфере и в любой отрасли, в том числе, например, и в строительстве. Если говорить о Курской области, то можно отметить, что в прошлом году осенью в Щеграх был сдан в эксплуатацию первый энергоэффективный дом. Туда переселили людей из-за аварийного жилья. Наша съемочная группа пообщалась с Щегровцами и узнала, как же им живется в этом новом энергоэффективном доме. Давайте посмотрим сюжет. Протекающая крыша, дырявые стены, холодные полы. Коммунальные проблемы для семьи Кретовых остались только в памяти. Почти год назад они переехали в новое комфортное жилье. Слов нет в общем. Мы так довольны. Все красиво, все чисто, все убрано. Тепло, пол теплый, стены толстые, не продувает ничего. В общем, зашли просто-напросто, ничего не делали, никакого ремонта, мебель поставили. Все. В общем, слов нет. Мы очень довольны. Дом номер 30 по улице Степной в городе Щегры необычный. Первый в области энергоэффективный. В стенах утеплитель, окна с дополнительной защитой. Горячая вода круглый год, без отключений. Включаешь горячую, автоматически включается кольцо, потому что побежала горячая вода. Ничего не летнее включается. В общем, даже слов нет. Температуру воздуха в комнатах регулируют тоже сами жильцы. Зимой с помощью поквартирного отопления. А летом, чтобы проветрить, не обязательно открывать форточки. Специальные вентиляторы, встроенные в стены, очищают воздух и охлаждают помещение. Вот включается, сейчас загорится лампочка. Оп, красный загорел. Значит, пошел забор воздуха из квартиры. Зеленая заработала охлаждение. Новые технологии здесь даже в подъездах. Все светильники оснащены датчиками освещенности и движения. Зашел человек в подъезд, лампочка загорелась, вышел, потухла. Результат всех этих ноу-хау – не только комфорт жильцов, но и существенное снижение коммунальных платежей. За потребление всех ресурсов здесь платят столько же, сколько в старых домах приходилось отдавать только за центральное отопление. Мы каждый месяц проводим, как говорится, снимаем показания счетчиков в тех домах, в этих домах и в домах, которые, как говорится, уже раньше были построены. Экономия есть. В этом доме комфортные квартиры получили 44 переселенца из аварийного жилья. Строительство его заняло почти год. 28,5 миллионов рублей выделили из фонда реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов. Всего же за последние годы по адресной программе удалось расселить 19 домов. На очереди еще 12. Александр Николаевич, скажите, а станут ли вот такие энергоэффективные дома для Курской области массовым явлением и, в частности, появится ли такой дом в областном центре? Очень бы хотелось. Дело в том, что это действительно первый такой дом, который построен в нашем регионе. Но, в общем-то, вы знаете, то, что на открытие этого дома приезжал руководитель федерального фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства ЦИЦин Константин Георгиевич, говорит о том, что это событие, в общем-то, и в масштабах Российской Федерации. То есть, строительство таких домов энергоэффективных, оно набирает только обороты. Мы в начале пути. Ну, а что касается перспектив, здесь, понимаете, все зависит еще и от воли. Это вот в рамках программы переселения наших жильцов из ветхого и аварийного жилья, при сотрудничестве, значит, администрации области, города Щегры и, конечно же, федерального фонда, вот о чем я сказал, поддержки ЖКХ. Дальше от тех, кто является застройщиками. Да, действительно, на строительство таких домов потребуется несколько больше вложить средств, но зато и уровень комфортности их значительно выше, и ценность их велика. Вот люди сами об этом, как мы в сюжете слышали, говорят. Мы ориентируем сейчас всех наших строителей на это. В Курске такой дом планируется построить тоже. Ну, для начала он, наверное, тоже пока будет первым в городе Курске. Вот по тому же самому методу, как это сделано было в Щеграх. Ну, а дальше я надеюсь, что это получит серьезное развитие. Мгновенно, конечно, такие вещи не делаются, потому что это должны осмыслить и те, кто строит, и те, кто туда заселяется. Вот люди теперь уже прожившие определенный период времени и почувствовали, что это означает. Да, вот они сами комментируют, и этот комментарий, в принципе, говорит о многом. Те, кто слушает, если беспристрастно, люди убеждаются, наверное, в том, что говорят их такие же самые коллеги. Александр Николаевич, Вы неоднократно подчеркивали, что в Курской области, развивающейся и в аграрном, и в промышленном направлении, требуются люди рабочих специальностей. Есть ли на сегодня какая-то программа по популяризации, по повышению престижа вот этих рабочих профессий? Ну, то, что эта проблема, она назрела и перезрела. Давайте так, тоже корни, скажем, этой проблемы уходят опять-таки в наше начало этих вот реформ, которые, на мой взгляд, непродуманно, конечно, делались. Но это мягко, опять выражаясь, не хочется с экрана так немножко грубее сказать. И, конечно, когда массово шла распродажа собственности государственной, разбазаривание ее, вот, тут о рабочих профессиях мало кто думал. Ну, а те, кто приобретал предприятие, удавалось стать, скажем, главным собственником или главным акционером, как сегодня говорят, они использовали многие те кадры, которые были подготовлены еще в советское время. Вот, сегодня столкнулись многие с чем, что надо же было складывать целую систему. Помимо того, что работает производство, да, оно должно, вот, правильно, мы вот в начале передачи говорили, значит, постоянно следить за ходом развития той или иной отрасли, проходить процесс модернизации, но и готовить квалифицированные кадры. Но и кадры, прежде всего, массовых, как их раньше называли, профессий. То есть, это и токари, и фрезеровщики, и электросварщики там, и так далее. Но, на сегодняшний день, вот, если посмотреть, у нас ведь с переходом в рыночную экономику появилась такая, как бы, вроде бы уже все и привыкли, так же, как и в западных странах. То есть, какая-то, ну, какая-то часть людей является безработными. И вот, если посмотреть, служба занятости, получая, скажем, банк данных от работодателей, где они определяют или пишут о том, какие вакансии сегодня у них есть, какие им требуются там специалисты, ну, особенно массовых профессий, это где-то процентов 85. И то, что количество, скажем, регистрируемых безработиц снижается очень медленно, говорит о том, что многие люди сегодня, после вот 90-х годов, да, после перестройки, они как-то потеряли, может быть, даже, так сказать, уважение, что ли, к труду вот тому, который делают люди массовых профессий. Ну, а если мы подытожим, то скажем, что без их труда практически ни одно предприятие, ни одна фирма свой готовый продукт не сделает. Ну, что делается в нашей области? Это беда, вообще-то, я, чтобы не поняли нас неправильно люди, это беда всей нашей страны. Поверьте, что во всех регионах, я вот, приходится много общаться и видеть это, такая же картина. Вот, только в одних чуть-чуть лучше, в других хуже. Что касается нашего региона, мы сегодня делаем достаточно много. Я благодарен вот целому ряду, значит, уже и предпринимателей, кто является сегодня главным акционером там в отдельных наших предприятиях, фирмах. Они поддерживают это, вот, учебные заведения, ну, вот, ваши коллеги из средств массовой информации. То есть, учебные заведения пропагандируются массовой профессией, проводится целый ряд мероприятий, ярмарки, вакансий там и так далее, где показывается хорошо, что такое сегодня вот та или иная профессия означает, вот, для чего эти люди там востребованы. Далее проводятся конкурсы профессионального мастерства. Здесь я хотел бы еще добавить и поблагодарить нашу федерацию профсоюзных организаций области. Они активно по своим, скажем, отраслям тоже участвуют в этой работе. И эта работа, конкурсы профмастерства, а затем, скажем, награждение этих победителей и рассказы о них, они тоже способствуют, естественно, популяризации массовых профессий. Но этого, наверное, недостаточно пока. Вот тот создавшийся, ну, какой-то, не то что негатив, а, как бы сказать, безразличие, что ли, или недопонимание вот важности этих профессий, часто даже этих людей некоторые называют, да, они неудачники, там, знаете. А он вот удачник, хочется иногда сказать, сидя в офисе, там, щелкает на компьютере. И если такие будут преобладать, то мы никогда серьезно не продвинемся ни в промышленности, ни в строительстве, да и в агропромышленном комплексе. Вот, поэтому задача дальше консолидировать в этом усилия общества, больше рассказывать об этих людях, и, конечно же, ну, да, тратить определенные средства на их подготовку, что должно делать не только государство, но и бизнес, а может быть прежде бизнес, а потом государство его поддерживая, там, и регулируя эти процессы. Кстати, напомню, что одной из, вернее, главной темой предстоящего Среднерусского экономического форума, вот, который у нас будет проходить на этой неделе, в конце ее, как раз и является, вот, вопрос кадров, да, подготовка кадров, значит, вот эта миссия бизнеса и власти. И я думаю, что это абсолютно актуальная, нормальная тема. Александр Николаевич, к нам присоединяются наши телезрители, у нас есть вопрос на сайте. Михаил Волков интересуется. Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу? Ваши впечатления от первых матчей и чего вы ждете от выступления сборной России? Ну, вы знаете, следить тщательно, кто-то, кто уже, как бы сказать, уйдя на пенсию, значит, сидит около телевизора или там, около компьютера, у меня так не получается. Вот, но я слежу за ходом чемпионата, это однозначно. Что касается сборной России, ну, давайте не будем опережать события, она должна это доказать своей игрой. Вот, первая игра, стартовая, состоится, уже будет видно, на что она сегодня способна. Вот, беда была в том, что после, наша команда сборная попала на чемпионат мира в этот раз, спустя 12 лет, несколько чемпионатов было пропущено. Поэтому заранее не надо выдавать какие-то там векселя, значит, лучше это доказать делом, игрой. Давайте вернемся в Курскую область. Залог успешного развития экономики любого региона, это, конечно, инвестиционные проекты, и в Курской области один из самых масштабных, это строительство Курской атомной станции, второй очереди Курской атомной станции. Буквально в начале июня вы эту тему обсуждали с генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Евгением Романовым. Расскажите о перспективах и планах этого инвестпроекта. Здесь я бы не стал делать какие-то открытия, значит, мы эту тему уже обсуждали не раз, поэтому это была наша рабочая встреча с Романовым, он руководитель концерна «Росэнергоатом», и это та структура, которая, собственно, всю практическую часть реализует по строительству станции «Замещение Курская АЭС-2». Ну, а поскольку пока сроки, скажем, ввода новых блоков, новой станции, они не менялись, поэтому мы проанализировали ход работ, они начались официально, вообще старт работ, это декабрь 2013 года, потому что шла подготовка на голом поле, выбор, вы помните, мы обсуждали площадок, вот, из трех площадок, вот, они выбрали одну, там, и так далее. Сегодня работа уже началась на площадке, вот, Макаровка, которая называется, в Курчатове, и, я так бы сказал, что постепенно темпы работ будут нарастать, увеличиваться, вот, в этом году уже выделено 3 миллиарда рублей на обустройство, да, это, в основном, будет инфраструктура пока, вот, начнется строительство, кстати, вот, из крупных объектов, это автомобильного и железнодорожного мостов, ну, и целый ряд, там, других объектов, жилье будет строиться для тех, кто будет затем, вот, в последующие годы самым активным образом участвовать в строительстве станции, решение социальных вопросов, там, для тех, кто, значит, вот, будет занят на строительстве, а потом, скорее всего, как это в большинстве случаев бывает, многие из этих людей, они остаются затем и на постоянную работу, и хотелось бы, чтобы так было и в этот раз. Вот, поэтому, если суммировать, констатировать итог, то, в принципе, пока работы идут в графике, так, как это было и намечено. И мы договорились о том, скоро вот будет подписано соглашение о сотрудничестве с Росатомом, там тоже целый ряд и социальных аспектов в нем запечатлен, значит, ну, и, конечно, развитие сотрудничества на перспективу по всем направлениям. Вы уже затронули вопрос социальных аспектов сотрудничества, в том числе концерн Росэнергоатом берет на себя обязательство построить в городе Курчатове станцию обезжелезивания. Насколько это на сегодня актуальный для города вопрос и остро стоящий? Ну, этот вопрос, он вообще у нас актуальный был и является таковым и сегодня для всей Курской области, потому что Курчатов здесь не исключение, и необходимость строительства там станции обезжелезивания, оно вызвано чем? Так же, как это было и в Курске, и в Железногорске. Ну, первая станция обезжелезивания, конечно, вступила в строй в Железногорске у нас. Вот, это повышенное содержание железа в питьевой воде. Вот, что касается Курчатова, ну, как показывают анализы, это в 1,3-1,9 раза там превышается содержание железа. Поэтому строительство станции обезжелезивания крайне необходимо, и это будет сделано вот в рамках, действительно, тех мероприятий, которые будут реализовываться при строительстве Курской АЭС-2. Причем это вот где-то в ближайшие два года произойдет. К нам вновь присоединяются телезрители, у нас есть звонок. Добрый день, говорите его в прямом эфире. Алло. Добрый день. Алло. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я житель Саимского округа, вот меня такой вопрос волнует. У нас через улицу Энгельса подземные переходы. Они находятся сейчас вот давно в таком плачевном состоянии. Света в них нет, ступеньки старые. А вечером по ним вообще спускаться страшно. Скажите, пожалуйста, ремонт там планируется какой-нибудь? Спасибо заранее. Ну, насколько я обладаю информацией, значит, что касается освещения, то администрация города Курска докладывала буквально недавно о том, что эта работа будет завершена вот в ближайшие дни. А что касается ремонта подземных переходов, он запланирован на третий квартал, вот как раз в тех местах, которых вы называете. Если еще поговорить о водоснабжении, то для того, чтобы решить проблему понижения уровня грунтовых вод и повысить качество водоснабжения в городе Курске, в поселке Щетинка строится водохранилище. Когда планируется ввести его в эксплуатацию? Ну, долгое время это было еще даже, кстати, предметом дискуссии, знаете, вот правильно ли было принято это решение или нет. Вот, три года назад я однозначно тогда обсуждали эту проблему, но пришли к выводу и дал такую установку в то время, чтобы это водохранилище строилось. Вот, здесь нам пришлось очень много работать, мы не могли Курской области, ну, своими силами, что ли, справиться со строительством этого объекта. Это тоже достаточно затратное дело и большие ассигнования. Вот, нас поддержали федеральные структуры и в конце прошлого года, в 2013, да, первая очередь этого водохранилища, она была сдана уже в эксплуатацию. Сегодня ведется работа, заканчивается над изготовлением проектно-сметной документации, значит, и затем будут проведены, как принято, там, необходимые процедуры, кто называет их торгами, кто называет там тендером, кто конкурсом, но, значит, уже по выявлению подрядчика генерального и субподрядчиков потом. То есть будет строиться и вторая часть этого водохранилища. И я думаю, что дело где-то двух лет, и оно будет завершено, это строительство полностью, в полном объеме. В 2013 году в Курской области началась работа по внедрению универсальных электронных карт. Наша съемочная группа встретилась со специалистами и узнала, для чего нужны такие карты. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Универсальная электронная карта удостоверяет личность, ей можно совершать платежи или использовать как накопительную. У Сергея Ивановича она всегда под рукой. Курянин с говорящей фамилией Здоровцов привык заботиться о своем самочувствии. Недавно экстренно попал в больницу. С того момента всем знакомым советуют обзавестись картой. На всякий случай. У меня спросили мой медицинский полис, естественно, самой бумажки у меня не оказалось. Но я всегда с собой наношу универсальную электронную карту. Моя история болезни составляет вот такой вот том. И вы сами представляете, что врачу перелистать весь этот том нереально. При любом попадании в больницу моя история болезни будет со мной. И при наличии картридера в медицинском учреждении можно будет срочно посмотреть, что мне нужно делать и всю мою историю болезни. Выдача универсальных электронных карт в регионе началась в 2013 году. Таким атрибутом современной жизни обзавелись более 2,5 тысяч курян. Активно мы сейчас работаем с комитетом здравоохранения. Одна из услуг – это услуга, позволяющая сделать запись на прием к врачу. В дальнейшем планируется организовать больничную карту гражданина. Следующий проект – это транспортное приложение, которое будет позволять регистрировать количество пассажиров в транспорте. Это соответствующие банковские приложения. На данном моменте мы находимся на 9 месте в общероссийском рейтинге. У нас организовано 19 пунктов привела заявлений. Выдача организована через отделение Сбербанка. На данный момент это три отделения Сбербанка по городу Курск. Заключены уже даже соглашения с РОСНО, с Росгострахом в сфере, как говорится, принятия заявлений уже на их базе. Но главное преимущество универсальной электронной карты – это быстрый доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. А их почти 250. Каждый третий житель области уже освоил электронную очередь. Но функции карты расширяются. С ее помощью можно решить ряд вопросов в удобное для себя время и не выходя из дома. Алексей Николаевич, помогать в оформлении вот таких универсальных карт в том числе должны и многофункциональные центры. В области их уже функционирует 23. Как бы вы могли оценить качество услуг, которые предоставляют жителям МФЦ? Во-первых, я согласен абсолютно с тем, что говорили люди в сюжете, который только что был показан. И считаю, что надо именно большинству людей ориентироваться на сказанное их же коллегами, жителями нашего города Курска и области. А что касается многофункциональных центров, задача стоит такая у нас. В этом году они должны появиться, ну, была задача поставлена, она должна в этом году быть завершена. В том плане, что в каждом районном центре должен быть многофункциональный центр. В городе Курске еще должен появиться один серьезный такой многофункциональный центр, который поможет. Сегодня не справляется уже поток большой, а центр в Курске один. Вот, если эта задача будет решена, я уверен, что она будет решена государственной властью области и муниципалитетами нашими, потому что это на контроле находится. Но сегодня перечень услуг, если не брать уже универсальную там электронную карту, да, то он в ряде случаев доходит до 247. Их очень достаточно много сегодня. И если люди этим, ну, что ли, грамотно пользуются, вот, прибегают к этому виду, там, где есть как раз многофункциональный центр, это намного облегчает им решение той или иной проблемы. Для этого, собственно говоря, они и создаются, эти многофункциональные центры. Вот, дальше их развитие может получить, и я думаю, что это тоже будет реализовываться в больших населенных пунктах, в том числе даже в селах, где население примерно тысячу и более человек. Таких, кстати, сел у нас в области 149. Но вот сделать более доступными госуслуги помогает и сеть интернет, уже шла речь о портале госуслуг, который работает в сети. Активно ли куряне пользуются этим порталом? И как вы оцениваете, насколько жители области, доступен для жителей области интернет? Ну, я, насколько информирован, значит, сегодня, это информация наших областных служб, где-то 4, значит, 4 с небольшим уже процента жителей Курской области пользуются вот, значит, этими услугами. Это где-то там 13,5 или 13 тысяч 700 примерно жителей. Но дело в том, что это тоже начало пути. И сегодня это набирает обороты. Я думаю, что вот в ближайший год-два, значит, я думаю, что достаточно большое количество жителей будет вот использовать эти услуги. Мы уже начинали сегодня разговор про Среднерусский экономический форум. Он откроется уже в ближайшую пятницу. Что для этого события, этот проект, значит, для региона и для каждого жителя Курской области? Кого ждем в гости? И еще раз, какие вопросы будем обсуждать? Кого ждем в гости увидим, значит, вот те, кто пожелает принять участие. Я всегда говорю, что, знаете, мы не можем сегодня сравниваться пока с питерским форумом или с сочинским. Те, они, ну как бы сказать, это такие знаковые, что ли, глобального такого масштаба. И там вырабатываются такие глобальные решения. У нас Среднерусский форум, он ведь два года назад по инициативе администрации Курской области начал, как бы сказать, вот свою работу. Но для чего? Для того, чтобы отражать здесь интересы, прежде всего, регионов, центральной России, да, и тех, кто сотрудничает с нашими регионами. И с Курской областью, и с нашими соседями. Вот поэтому где-то порядка 800 человек участников было в прошлом году. Это иностранные гости, представители разных регионов России, хозяйственники, там политики и так далее. Дипломаты. Значит, что касается нынешнего года, то тоже, судя по заявкам, вот, и по заявкам на аккредитацию, там, где-то тоже от 800 до 1000 человек будет принимать участие. А тема главная, это как раз касается кадров, о чем я уже говорил. Вот, и что, в общем-то, это миссия бизнеса и власти. Значит, кадровые вопросы, я думаю, что они имеют очень много аспектов. Здесь надо смотреть, потому что вот то, с чего начинал я разговор, отвечая на тот вопрос, который вы задавали, когда мы говорили о кадрах массовых профессий, коснулись вот и этого, да. Сегодня вопрос состоит в том, что здесь как должен вести себе бизнес, какую он должен выполнять миссию, где роль власти. Вот пока это не упорядочено, это всегда создает хаос. Ну, то есть, практически иногда идут кивки одних на других, что ничего, поверьте, полезного за собой не несет. А вот упорядочить этот процесс нужно, и, кстати, у нас мы ведь не пионеры в этом. Я много раз говорил, что, ну, посмотрите на опыт, он называл не раз Японию, вот, там Германию и так далее. Те страны, которые давно работают в рыночной экономике и решают эти вопросы, есть хороший там опыт. А там и профориентация, там и трудовые династии, там и подготовка кадровых закреплений на предприятиях. Многое взято, кстати, из опыта Советского Союза. И это, в общем-то, ну, как напоминает нам еще раз о том, что переход от одной экономической системы к другой у нас был совершен абсолютно неправильным путем, вот, в ураганном темпе. Поэтому есть свой уже опыт наработанный. Ну, и второе, значит, вот, с учетом той ситуации, о чем я вот говорил, знаете, когда диссонанс идет, да, вот, работодатели заявляют, скажем, там, 7 тысяч вакансий. У нас где-то 6,5-7 тысяч, это почти ежемесячно заявляется. На бирже труда стоит зарегистрированных безработных тоже примерно столько, там, 7 тысяч. Но, если в вакансиях, выставленных предпринимательским сообществом, там, работодателями, примерно 15% это люди с высшим образованием и те, кто, ну, высшей квалификации. 85% это рабочие профессии. А вот те, кто на бирже труда мечтают о чем? 85% занять место тех, кто с высшим образованием сидеть в офисе, а 15% да, согласно идти на рабочие профессии. Причем служба занятости часто организует вопросы, не часто, это ее миссия сегодня, переподготовки кадров. То есть, может человек, если там, вот там, где он живет, не требуется та специальность, которой он раньше когда-то обладал, его можно направить на курсы переподготовки, он пройдет ее и может трудоустроиться, работая дома, у себя же, там же. Многие на это не идут. Вот как это сбалансировать, тоже вопрос. И еще один вопрос. И начинается проблема, часто обсуждается в обществе, а вот трудовые мигранты, а вот их миссия, их роль. Ну, видите, если там строительная фирма, да иногда и промышленники даже, они вынуждены, но если не идут свои люди туда работать, а это нужно, значит, они вынуждены что делать? Заявляться, заявлять в службу занятости и в миграционную службу, делать заявку на привлечение иностранной рабочей силы. Ну, вот как это стыкуется, что полезнее, что нужнее, вот как раз обсудят те, кто будет участником Среднерусского экономического форума. Одно из новшеств Среднерусского экономического форума, я бы хотела обратить на него внимание наших телезрителей, это использование QR-кодов. И сегодня на своих экранах наши телезрители могли их видеть, они облегчают задачу, если нужно человеку зайти на официальный сайт Среднерусского экономического форума с помощью планшета или смартфона, достаточно легко это сделать. А если говорить о теме Среднерусского форума, то уже инициативная группа Юго-Западного университета тоже выступила со своим проектом, и называется он «Губернаторская тысяча». Они предлагают помочь сформировать кадровый резерв молодых талантливых управленцев. Это сегодня острая проблема, у нас есть нехватка управленческих кадров в регионе? Я думаю, что такая проблема существует всегда, только, знаете, в разной степени по остроте своей. Но сегодня я бы не сказал, что она там сверхостро стоит, но она есть. И управленческие кадры, конечно, должны получать подпитку из числа талантливой молодежи, которую мы сами же сегодня воспитываем вместе с учебными заведениями. И сегодня, вот что приятно, я уж тоже эту тему затрагивал, с некоторыми нашими производственными фирмами, которые понимают, что без подготовки квалифицированных кадров, особенно молодых, перспектив нет. А в управленческом звене такая же самая картина. Если приходят люди, ну, конечно, здесь отбор, есть критерии отбора, там все это, ну, не будем мы сейчас с вами превращаться в справочное бюро. Значит, этим постоянно сегодня и системно занимаются наши службы кадров, вот, совместно с общественными организациями и так далее. И те ребята талантливые, которые, значит, вот, соответствуют там тем или иным критериям, они включаются затем в резерв кадров и часто пополняют там те должности, которые освобождаются. Ну, у нас как? У нас некоторые, наверное, хотели бы сразу кто-то стать чуть ли не руководителем там района или области даже, или еще куда-то там пойти. И желательно, чтобы человек прошел ступени. Вот мне приятно всегда самому было, что, имея опыт, только можно соглашаться потом на какую-то другую работу. Но сегодня такая линия прослеживается. Мы дорожим этим и делаем все для того, чтобы у талантливой молодежи была перспектива. И привлекать, конечно, надо наших курских, прежде всего, ребят, что мы и делаем. Время нашего эфира подошло к концу. Александр Николаевич, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова